Добрый вечер любителей гортензии. Сегодня пойдет речь о таком незаслуженно забытом сорте, как грандифлора. Мы выращиваем эту метельчатую гортензию всего второй год, но сейчас поделимся некоторыми наблюдениями. Первая хорошая новость. Сорт прекрасно пережил жаркое лето, температуры доходили до 40 градусов. Вот, обратите внимание, метелки стоят нарядные, не обгоревшие. Вот, то же самое с листвой, которая, кстати, очень спокойно, помимо всего прочего, переносит верховой полив. То есть, обратите внимание, никаких пятен на этой листве нет. Что дальше? На одном кусту можно заметить разная фаза распускания метелок. И удивительно, кажется, вот смотрите, кажется, такое рыхлое соцветие, и тем не менее, в фазе полного распуска метелка кажется достаточно плотной. Ну, то есть, она и есть плотная. Начинает грандифлора в наших условиях зацветать где-то с 10 июля, ну и декоративно весь июль, август и сентябрь месяц. Где-то с начала сентября, ну, даже, наверное, с конца августа, начинает преобладать розовые нотки. Мы в дальнейшем об этом покажем и расскажем. Сорт имеет характерное боковое ветвление. И все-таки, надо заметить, есть определенные недостатки. Мы рекомендуем обязательно первый, ну, может, даже второй год, вот как у нас, ставить подпорки и формировать растения, исходя из того, что вы хотите получить на выходе. То есть, вырастить эту гортензию на штанге, в два побега. Вот. Ну, а второй и третий год можно эти подпорки снять. У вас уже будут хорошие, хорошо развитые скелетные ветви. И в дальнейшем они вам не понадобятся. А теперь я вам хочу сказать о том, какая информация качует в интернете из раза в раз и повторяется на одних и тех же сайтах. То, что годовые приросты грандиклора порядка 30 сантиметров. Вот годовой прирост. Можете обратить внимание, здесь явно до 70 сантиметров. Так что это лабуда. И тем более, что прирост этого года зависит не только от генетики, но и от того, на солнечном месте вы посадили ваше растение, или тенистым, от того, какой грунт вы использовали, как поливали. В общем, от многих факторов. Второй момент, который я хочу обратить ваше внимание. Говорят, что процент укоренения этого сорта невысокий. Вот перед вами 5 черенков, которые были укорены 17 июня. Они уже, видите, дали боковые побеги из 5-5. Итак, если вас интересует неприхотливый сорт, который не боится высоких температур, не боится верхового полива, то грандиклора это однозначно ваш выбор.